В Самаре посреди зимы растаял лёд на Волге. Такое видео выложил на YouTube блогер Евгений Щёкин. Автор снял с высоты птичьего полёта последствия аномальной тёплой погоды, которая установилась в городе в январе. Коптер взлетел над спуском улицы Советской Армии и облетел близлежащую акваторию. На некоторых участках реки льда нет вообще. Пора открывать навигацию, а может и не стоило закрывать в прошлом году, пишут читатели в комментариях. Интересно, а как там Виновка поживает? Может, пора собираться ставить лагерь? Блогер Игорь Кондратьев выданул альтернативную версию, кто двигал Антона Котякова. На днях 39-летний уроженец Самары стал министром труда и социальной защиты. Нового министра труда самарца Антона Котякова некоторые СМИ сразу записали в Ростеховцы на основании того, что часть его служебной карьеры в Самаре совпала с работой губернатора из Ростеха Владимира Артикова, пишет блогер. Между тем, реально важные значения имеют другие факты биографии Котякова. Он попал на работу в правительство, будучи еще студентом СГЭ, и попал на рабочую должность. То есть взяли его не просто по протекции, а именно работать. Уже через три года после окончания вуза он защищает кандидатскую диссертацию на тему рынок российских субфедеральных долговых бумаг. Научный руководитель Анатолий Мещеров. В фамилии этого человека, полагаю, и кроется ответ, почему Котяков ушел на административную службу, еще будучи студентом. Скорее всего, именно Мещеров дал первый толчок всему последующему движению Котякова. В вузах так устроено. Рекомендация научрука дорогого стоит. Продолжение следует...